Как запустить стартап или бизнес без денег? Об этом сегодня в бизнес-номадах Марат Ижанов и я, Серий Качишев. Запускаем? Бизнес-номады мы запустили без денег. Да. Ну, мне здесь очень просто, потому что я все свои бизнесы запускал без денег. Так. Это был и коммерц, который считается, что он очень капиталоемкий, и как это можно сделать. Но это была у меня веб-студия своя, это у меня были разные интернет-проекты. Конечно, это фигура речи без денег. Те деньги, которые у тебя есть и так, условные какие-нибудь десятки, сотни долларов, тысячи долларов. Это всегда можно найти. Мы так не говорим. Что ты совсем там. Да, у меня довольно часто в Фейсбуке этот спор, потому что, ну, это все равно, что без денег. Имеется в виду без инвестиций, без каких-то серьезных вложений. Вот. И для начала, самое начало, мы сейчас сегодня раскладываем, сегодня я думаю, что мы как раз вот прям подробно все разложим. Давай. Потому что этот тезис мы давали. Но вначале я дам такой тезис, что все, как говорится, от головы, да, все из головы фаундера идет. И важнее не как, а важнее понять, что это возможно. И это даже не просто возможно, это нормально. То есть, вот когда эта мысль уйдет, что, ой, а как же это так? Вот когда я от нее избавился, тогда уже появляется спокойно шире взгляд и поиск этих возможностей. Даже магазин можно открыть без денег. То есть, взять в аренду помещение, договориться с поставщиками, в аренду помещения договориться, что первый месяц, два, например. Налоговая, не налоговая, а в смысле платежные каникулы, да. Каникулы, да. Все. А взять консигнацию, там, срочную оплату. Есть даже сервисы, которые такую предуслугу предоставляют. Да, маленький, там, ремонт сделать, если он нужен. Если не нужен, да, может быть, не нужен ремонт. Поэтому вот эти вот разговоры, я, честно говоря, ничего, кроме как убежденности человека в том, что нужны инвестиции для того, чтобы начать, не вижу. Потому что, когда он так убежден, то все, никакие аргументы он не слышит. И здесь вот этот главный тезис. То есть сначала надо важнее, важнее, чем как, важнее понять, что это возможно, и это нормально. Первый медиапроизводственный бизнес, который я запустил в 2012 году, когда это еще не было трендом, я сейчас говорю о коворкингах. У нас был в коворкинге. То есть я и не был тогда известен как продюсер контента, я был известен как телевизионный ведущий. Я пошел к нескольким телеканалам. Тут вот как раз о том, что определенные свои возможности потряси, посмотри, что у тебя в карманах, в связях, в телефоне есть. Переговорил с людьми, сказал, вот у нас есть такие вещи, я сказал, интересно, вы что-то новое делаете. Я собрал с фаундером Алексом нашим, Александром, большой тебе привет, дорогой Соединенные Штаты, двух человек. Мы взяли стол в коворкинге, до сих пор его помним, жалко, помню, не сохранилось фотографии. Четыре человека. Мне надо сразу напоминать Безос, да? Стол Безоса легендарный. Стол для пиццы, да. Стол Безоса, который из двери. Он сделал из двери, это же все знают. Не было стола, на котором мы могли работать. У него маленькая комната, что-то там 9 метров, что ли, что-то такое было. Не было стола, и он стол сделал из двери. Вот он и сам принимал заказы, сам развозил их. Вот спроси, как это, спросите у самого богатого человека. Да. И все, вот на это каких-то там средств хватило. Потом пришел первый контракт, и мы постепенно начали двигаться. Хотя, казалось бы, это производственный бизнес в медиа, где требуются камеры, свет, люди, бюджеты, компьютеры и прочее. Это все, по ходу, потом было. Ну да, но у нас в основном речь про IT-проекты, да? В IT-проектах это какой-то такой набор довольно простой. В виде сайта, лендинга, каких-то аккаунтов в соцсетях. И все, уже начинается что-то. Вот у нас был выпуск, с чего не надо начинать бизнес. По-моему, не было. Сделаем выпуск. Мы просто в скоте говорили, что не надо начинать с открытия компании, потому что ты еще не понимаешь, какая тебе компания нужна и так далее. А еще много вещей, с которых не надо начинать. Так вот, с чего по-хорошему надо начать, это как раз с проверки спроса. Это делается не так дорого. Сейчас электронными способами. Сайт, ноу-код, тильда, там, викс, еще что-то. Десятки. Не один из проектов, на виксе делал, там все есть. Все. Это стоит 20 евро, ну там, 27 что ли евро в месяц. Ну что это, нельзя найти? Это что, считаются деньги? Конечно, нет. И ты на этом начинаешь уже какое-то движение. Формулируешь свое предложение, ходишь ножками, опять же возвращаясь к продаже. Сейчас могу подсказать, ну не тем, кто в IT, а тем, кто, пусть даже в стартапе, который впоследствии будет IT, но есть сейчас такие люди, у которых есть идея, но они чуть-чуть пугаются слова разработка. И даже конструктор для них на ноу-коде какая-то немножко такая история. Я понимаю, что если для вас это пугает, лучше вообще в это не идти, но есть лайфхак очень большой. Страница в одной из социальных сетей, там, где вы считаете, есть ваши люди, Инстаграм, Фейсбук, ТикТок, ВКонтакте, Одноклассники и Твиттер, неважно, в которой в конце концов вы умеете более-менее что-то работать. Но лучше, например, Инстаграм с прикруткой к нему ватсап-бизнеса. Ну да, там способ, как это, имеющий желание, находит возможности. Да, да. А есть, давай знаешь какую-то вот штуку, меня прямо сейчас ее поймал, с чем я сталкиваюсь, это больше не стартаперам, предпринимателям. Не начинают вообще ничего, нагружая себя вот этими догмами. Так. Я не могу, потому что у меня нет денег. А вдруг что-то не получится. Это какие-то вот такие вот барьеры, которые человек сам себе моментально и строит. Один из вот барьеров, которые я периодически разговариваю, это очень смешно. Знаешь, как он звучит? Просто ступор. А вдруг у меня не получится? Ох. И я говорю, а что случится, если у тебя не получится? Что произойдет? Вот когда ты берешь деньги, берешь большой кредит, да. Ну, например, тебе ты теряешь деньги и так далее. А если начинаешь без денег, что произойдет? Что вот все вот, ты вот так станешь, это таких начинающих, наверное, часто касается. Как это будет выглядеть? Вот что ты представишь себе? Это наша, кстати, ментальная особенность. У нас здесь нетолерантность к ошибкам. Ну, просто проработать. Что произойдет? Введите свое дело с комфортом и выгодой. Выбирайте Жусан Бизнес. Обратите внимание на выгодное предложение для бизнеса от Жусан Банка. Бесплатный выпуск карт для ИП и сотрудников с бесплатным обслуживанием в первый год. Плюс кэшбэк 1% и контроль всех переводов в мобильном приложении Жусан Бизнес. Ссылка в описании. Жусан. Возможности для вашего бизнеса. Вот тебя вот сюда поставят, в центр студии, и Серик с Маратом будет у него показываться. Вот у него не получилось, да? Нет. Никто этого не будет делать. Да даже если будет, да и фиг с ним. То есть, как вы, ну и что? Что случилось? Ну, у тебя не получилось. Зато ты попробовал, как это пролетает на гнездном кукуша. Зато я попробовал. Все. И вот эти вот барьеры, еще одна фраза, у нас сегодня накину немножко философия, моя любимая. Делаешь, то есть, сомневаешься, не делай, делаешься, не сомневайся. Проработай это. Отбрось ты, наконец-то, все эти догмы свои дурацкие. Давай еще раз повторим эту фразу. Сомневаешься, не делай. Делаешь, не сомневайся. Да. Ну, проработай, хорошо. У тебя есть сомнения, у тебя есть какие-то проблемы. Ты считаешь, что это нельзя сделать без денег. У тебя еще какие-то есть свои заморочки. У нас у всех есть свои заморочки. Ну, повытаскивай ты это из головы, поработай над собой. Потом, как уже первый шаг сделал, который самый сложный, уже не сомневайся. Все, не надо этих сомнений, а вдруг не получится. Ничего не будет, ничего не получится. Наоборот, мы уже сколько раз говорили, ты станешь другим человеком, прокачаешься, будешь гораздо лучше, чем был. Мы поговорили о ряде очень важных вещей, но мне кажется, ряд моментов мы не осветили. Как начать без денег, напомню, мы сегодня говорим об этом, как начать без больших, так сказать, денег. Ну, без инвестиций. Формально это без денег. Да, ты это по факту без денег, своими возможностями. Да, можно конкретику. Мы же сегодня раскладываем, мне нравится, что мы сегодня ее прямо давай прокопаем. В одном из выпусков мы говорили, какие возможности. Можно брать предоплату от клиентов. Так, можно найти вот этих поставщиков. Можно воспользоваться своими какими-то возможностями, посмотреть, да, связями, то, что может предоставить. Ну, условно говоря, тоже Джобс говорил, если ты не спросил, то ничего, на спросы после этого ничего и не будет. В чем проблема? Позвонить, сказать, я хочу такое дело, а у тебя, например, там какой-нибудь друг у него в офисе свободный. Или у него там какие-то возможности свободные. Не знаю, там стройматериалы свободные. Короче говоря, что-то есть. Ты начинаешь звонить им, писать там и так далее, и вот так там все это, и выяснять, что все, оказывается, у кого-то, кто-то что-то может дать. Собираешь это. Ну, если ты никому не позвонишь, то ничего и не будет. Совершенно верно. Это что ты Джобс это говорил, это очень простая мысль. Он начинал тоже так же, то есть это не та история. Кстати, вот про Джобса, мне больше всего нравится история, я ее всегда очень люблю, что он продал 50 компьютеров. Просто пошел в соседний магазин и продал. Да. Не было еще, заказы принял. И начал делать. Начал делать. И кто его остановил, что ли? Он там говорил, он делал компьютеры, извините, на минуточку надо было комплектующие покупать. Да. Это железо. Это не услуги какие-то, не еще что-то. Он делал. В 70-х годах 20-го века. Пошел в магазин, продал, все. Вот, вот первый шаг. Много раз к этому возвращаюсь, продать то, что ты собираешься делать. И все, и начинает что-то как-то крутиться, ехать. Еще один вариант в IT-продукты, то, что я говорил, это ноу-код и разные системы, которые ты можешь подключить, собрать. Сейчас это вот всякие чат GPT, это то, что собирается будущий продукт из действующих каких-то, да. Ты его собрал. Модель. Это называется модель, это даже не MVP, это будущее MVP, то есть что-то, есть такое выражение, не буду говорить. С чем можно поиграться. Из чего собирается это. Вот, собрал, и все, все продаешь на рынок. Продаешь. И, ну, тоже работает. То есть, давай вот в режиме, как это называется, у нас все в режиме онлайна, накинь мне задачу. Скажи мне, какой бизнес, я сейчас буду прям по ходу говорить, как его сделать без денег. Любой бизнес придумай. Продажа телефонов. Продажа телефонов. Сейчас вот что-то пришло в голову. Не, ну, это то, что мы, слишком просто. Пойти, любой студент пойти и получить на консигнацию эти телефоны. И начать продавать там через своих знакомых сначала. Вот, кстати, опять же, в Дубае это очень прям, очень многие торгуют телефонами, да. То есть там же целые районы там продают эту технику. Слушай, ну они, там реально ребята, студенты, что они делают? Они покупают эти телефонные ноутбуки, договариваются с кем-то, кто летит на рейсе в какое-то место. Возьмешь? Ну, ладно, возьми. Ладно, возьму. Он берет, привозит, и здесь уже клиентам продается это все. С наценкой прилично. Да. Ну, что там? Конечно, ты можешь начать с одного телефона. Опять же, что значит без денег? Можно купить сто ноутбуков, сделать какую-нибудь там логистику, карго сюда привезти и так далее, да. А можно, вот, ребята, и это из жизни, когда там, две недели назад, подходят к аэропорту и говорят, ну возьми ноутбук, жалко, что ли, с собой. Макбук или там этот. Все, человек получил, так и в принципе ничего не мешало, наверное, я не знаю, как у них там бизнес-модель, ничто не мешало взять здесь предоплату за него. Если это реально дешевле, он фирменный там и так далее, предоплату взял, там купил, сюда отправил, все, работает? Давай теперь другой, посложнее здесь. Нет, подожди, ты скажи. Это не просто работает, это вот все. Все, начал с одного телефона, потом крутишь, 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 вот это делаешь оборотка шло, и потом ты начинаешь возить уже вагонами. Сейчас мы разобрали бизнес. Так это работает, да. А теперь давай стартап. Платформа по предоставлению услуг в области постройки личного бренда. Значит, начнем со слова платформа. Это тоже самый мем, что и приложение. Стартаперская, скажем так, заморочка, когда они говорят что-то, им кажется, что это хорошо, а на самом деле все наоборот, перевернутый мир. Слово платформа – это плохо. Большой продукт – это плохо. Когда много фич всяких, это плохо. Потому что вероятность того, что это залетит, уменьшается, он слишком сложный. Поэтому платформа, когда стартапер с гордостью говорит, мы строим платформу, ну на каком-то этапе окей, но на начальном этапе, может, не платформа, может, это просто будет сервис называться? Давай, согласен. Сервис по построению личного бренда. Делается просто. Не строим ни одного, как это называется, никаких платформ, ни одного приложения, ничего не строим. Моделируем весь этот процесс вручную. Как построить, что будет в него входить. Вот, например, что может входить в это? Услуги стилиста, услуги коуча, услуги, там, стори тейлера, и как тебе там инстаграмчик запустить, и ты, и там много чего. Ну, берешь как эту упрощенную модель, договариваешься со своими знакомыми стилистами и так далее. Говоришь, я приду заказ. Да, я приду заказ, продаешь этот заказ, опять же, выполняешь этот заказ. Начинаешь с одного заказа, и вот так вот это крутишь, а потом уже строишь подсуществующий процесс. Какое-то приложение или какое-то... И причем с пониманием, для чего именно приложение, для чего именно платформа, что на какую value добавит. То есть, в эту разработку, когда вкладываешь, ты четко должен понимать, что оно окупится. То есть, что именно произойдет от того, что появится такой IT-продукт. Ты сейчас не справляешься, например, с статапом, да? С приложением это все будет быстрее и автоматизировано. Окей, тогда понятно. Но что именно быстрее, что именно автоматизировано? Насколько это дает денег? На все есть финансовые, обычные финансовые термины. Есть понятие ROI, MOI, то есть, возврат инвестиций. Любые инвестиции внутри компании тоже можно вернуть. Соответственно, ты начинаешь без них, а потом, как только возникает вопрос с ними, когда нужно что-то разработать или что-то сделать, то ты уже имеешь это ROI. Да, причем из, так сказать, оффлайна, да? Это тоже очень важно. Из оффлайна моделируется процесс в оффлайне. Звонки, бумажки. Могу привести яркий пример. Окей, даже если вы совсем переживаете по этому поводу, сейчас, в 2023 году, вам на рынке могут предложить построить какой-то, причем с вашими запросами, какой-то небольшой продающий сайт за 100 долларов. Это даже не вы сами будете делать. А, кстати, еще одна штука. Походу, оставляю ремарки. Прототип, великолепная штука. Прототип. Знаешь, такой бумажный прототип? Ну-ка. Не слышал-то? Когда ты стикерами расставляешь... Да просто на листочке. Да. На фазах на салфетке. Здесь у меня будет это, здесь у меня будет это, здесь у меня будет это. И через этот прототип, который на фигме делается условно бесплатно. Там блоки, и ты делаешь прототип. И по этому прототипу уже появляется что-то, да? Это тебе бесплатно обошлось. И, соответственно, с этим прототипом ты уже хочешь. Ты это хочешь, вставляешь в презентацию. Ты это показываешь будущим клиентам. Доносишь это в Элю. Не просто на пальцах. Вот это будет у вас вот так, вот так. А вот. Первый экран такой. Нажимаете кнопочку такую, появляется то-то. Кстати, вот еще одна очень важная мысль по ходу тоже набрасывала. Сто раз лучше показать, чем рассказывать. Да. Вот ты показываешь. Вот прототип это так штука, которую можешь показать. Презентация, прототип тебе не требует вложений. Все, даже если у тебя эти продукты, ты можешь прототип показать. Прототип вообще можно собрать. Знаешь, такой интерактивный прототип? Так. Когда уже моделируется полностью сайт или даже приложение. Ты можешь по нему ходить. Но оно в виде блоков таких. Я привержен из того, чтобы это было черно-белым, без дизайна, чтобы не отвлекало. Чтобы люди понимали, что это еще не готовый продукт, но при этом понимали, что как будет. И там прям по нему можно переходить. Здесь кнопка купить, здесь кнопка вернуться, здесь кнопка эта, здесь кнопка эта. И ты формируешь свой будущий продукт в виде прототипа. Ты проработал уже его. И самое главное, проработал не сам с собой, своими фантазиями. А с реальным миром, с клиентами? С клиентами. Поговорил, он показал, они говорят, ни ничего не... Самая, как это называется, частая ситуация, они скажут, мы ничего не поняли. Ну, это будет прекрасно. Это самый лучший ответ. Вообще ответа нет со стороны клиентов. Это не самый лучший ответ, но это очень хороший ответ, потому что ты его сразу получил. Значит, это надо переделать. В этом смысле еще один. Лучше и быстрее нет, чем долгое да. Стартаперами это надо научиться делать. Нужно вытягивать у людей информацию, они говорят, нет, неинтересно. А отличная информация. Почему неинтересно? Вот это, вот это. Или он не понял, его не впечатлило. Или это недостаточно в Элью. Это не дает там экономии или так далее. То есть не дает то, что... Человек с радостью с тобой поделится информацией, почему это не понравилось. Да, почему ты мне не продал. Только важная ремарка. Не надо пылать праведным гневом в этот момент, а спокойно, внимательно, с благодарностью выслушать. Да, конечно, это вообще... Это к вопросу о международности. Есть просто такие рынки, где ты еще и не получишь эту информацию. Все будут говорить, да, да, ты молодец. Ты вообще классный парень. У тебя все получится. И все. А про себя думать, блин, такая фигня вообще в жизни. Как бы нет в культуре, да, вот этого обидеть человека. Да, 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 да. Поэтому... И вот это, с этого начинается бизнес. Это добавляет в Элью, и потом, соответственно, ты дальше продаешь. Опять продаешь, да? Сколько можно в продаже? Я бы еще одну штуку вставил в эту историю с блоками. Таким образом, мы с тобой об этом как-то говорили. Фаундер же это джедай. Да. И здесь прекрасно тобой лично, без работы с разработчиками, прокачаются твои навыки UI и UX. Да, всего прокачаются. Навыки того, как люди будут пользоваться твоим продуктом. Ну да, то есть ты на ранней стадии будешь понимать, что это будет за продукт. Не будет той истории, которая, кстати, тоже часто происходит в IT-продукт как ловушка. Нанимается СТО или какой-то партнер СТО, да, СТО, технический директор, да. Который, вот он все понимает, а я не понимаю. Нет, дорогой, не получится так. Что ты продаешь-то? Ты должен понимать, как оно работает. И вот этим тоже надо начинаться. И не нужен по-хорошему этот СТО, пока ты не понял, что ты продаешь. Это отдельная у нас будет тема. Это, скажем так, не продуктовый подход, это продающий подход. Я бы хотел с твоего позорения сегодняшний выпуск еще одним интересным кейсом закончить. Классная идея, горящие глаза и все такое. Мечта о чем-то большом. Это прекрасно, это замечательно. Но если ты нашел какую-то боль у себя на работе, в своей компании, в конце концов, где ты работаешь, ну, по идее, скажи о ней, там, не знаю, руководителю подразделения, или там, в принципе, несложно же добраться до генерального директора. Расскажи, из этого может получиться какой-то интересный внутрикорпоративный стартап, который тебе. Ну, то есть не надо вообще далеко ходить. Да, продукт какой-то может получиться. Они все рождаются. Основные продукты рождаются из жизни. Вот есть компания, она работает, или человек. В жизни возникают какие-то сложности или какие-то возможности. Из этого все рождается. Не из придумывания. Более того, я могу даже про эту историю сказать. Если ты там не работаешь, но ты со стороны видишь, что вот есть такая-то проблема у этого бизнеса. Допустим, да? Куда же больно? Даже очень большого. Запиши, опиши. Сейчас тем более время социальности есть. Свяжись, донеси мысль. 99% что тебя выслушают, и из этого может что-то получиться. А я бы, знаешь, как сейчас сделал? Так, не просто опиши, а приди с решением. Да, да, да. Опиши, сделай прототип, приди с решением через неделю. Потрать неделю своего времени, изучи. Изучи, какие продукты это решают, какие не решают. Что ты можешь в этой области сделать? Прийти и сказать, у вас это не работает. Давайте я сделаю, чтобы работало. И все. Ну, давайте, хорошо, давайте. Умеешь продавать, продашь тут же. Ты сейчас сам, я сам себя сейчас потерявил. Сейчас опять начало бизнеса. Началось. Бизнес начался, нет ничего. Деньги где? Какие деньги? Ну, все уже началось. А как быть, я знаю определенное количество людей, не так мало, у которых вот то, о чем все-таки глаза горят, есть какая-то большая мечта. Мне кажется, как раз то, о чем мы говорим, на самом деле их не демотивирует, а наоборот должно смотивировать. Начните реализовывать свою мечту. Так, ну, конечно. Вообще, для фаундера у меня такая фраза есть. Начинайте свой день с вопроса, а не делаю ли я какую-нибудь фигню. Так. А как ты можешь проверить, делаешь фигню или нет? Ты не можешь сам с собой ее проверить. Поэтому вот, делай что-то, сделай этот первый шаг. И все. И получи первые отзывы, результаты, продажи. И не говори, не скули, что тебе что-то не хватает. Хочешь скулить, скули. Тоже вариант. Но мы не об этом. Да. Давай придумаем классный конкурс комментариев. Мне кажется, если люди расскажут о деньгах, тех самых, точнее не деньгах, а тех возможностях, которые помогли им стартовать их бизнес или стартап. Без денег. Без денег. Но вот именно о какой-то конкретной ситуации. Ну, помнишь, как я в самом начале рассказывал? Да. Ну, много, да. Я встретил человека, который готов был меня поддержать в том-то и том-то. Тоже вариант. Нашел поставщика. Увидел то-то, что-то услышал. Уважаемые друзья, здесь мы уже обращаемся к достаточно большому проценту действующих предпринимателей, фаундеров, стартаперов, бизнесменов и бизнес-ледий, которые смотрят, слушают бизнес-номады. Пожалуйста, вот это ваша социальная ответственность. Поделитесь с теми, кто только начинает или хочет что-то начать, вашим личным примером, как вы стартанули без денег. Ну, и покажите этот ролик тем, кто вот так говорит, я никак не могу начать, потому что мне того не хватает, этого не хватает. И вообще я боюсь. Да, и за самую классную историю мы обязательно классный подарок вручим от бизнес-номадов и от наших партнеров уже сан-бизнес. Все, прощаемся? Да. Да, прошу прощения, забыл сказать. Подпишитесь, поставьте лайк или дизлайк. Даже если не участвуете в курсе комментариев, отправьте, например, вот так или вот так, тоже будет здорово. Таким образом, вы поможете тем, кто нуждается в помощи. Я сейчас говорю о тех людях, для которых мы делаем контент, который помогает им двигаться дальше, вдохновляет, не дает застояться. Мы за вас, мы с вами, где бы вы ни были. Пока.